Приветствую, друзья, YouTube-канал Да, это так, Ярослава Маслова, Андрей Вегеринский. Привет, Андрей, рад видеть. Привет, Яс. Как всегда, улыбаешься. Есть повод для радости, да, я так понимаю? Нет, но людям же об этом знать нельзя. Или не стоит. Я тут, знаешь, читая средства массовой информации, а и чуть позже все то, что комментируется сейчас в чатах, в сетях, по поводу встречи Байдена и Си, то вроде как, кажется, шеф, все пропало. Но это может быть только на первый взгляд. Мы сейчас будем с этим разбираться. Как мне кажется, не так уж и много поводов для особой какой-то радости, но посмотрим. Может, ты немножечко нотки оптимизма добавишь в это темное тяжество. Я и оптимизм. И так, Андрей Канцева. Вегеринский и оптимист, это, конечно, смешно прозвучало. Из хорошего и белого на мне только рубашка. Наушники и зубы. Сразу обратимся к нашим подписчикам. Комментарий, лайк и подписка, безусловно, если вы просто смотрите и не подписываетесь. То же самое. Попрошу сделать все возможными каналами Андрея Вегеринского. Самое главное. Легист – это YouTube-канал. Заходите там с Геннадием Дубовым. Прекрасный эфир. Супераналитика. Суперразборы. Кстати, такого очень мало. Поэтому я от души, знаете, плохого не посоветую. Так, ну, прорекламировала, как смогла. Теперь как бы… Да, я добавлю. Друзья, на самом деле Ярослава знает, о чем говорит. Она ощущает то, что у нас в субботу выйдет видео, первая часть, вторая, ну, в общем, материал просто большой. И он касается двухпартийного отчета комиссии Конгресса Соединенных Штатов на тему… В поддержке Украины, я думала, ты скажешь. Не, 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 не. Ну, раз у нас же Байден и Си, мы в среду записали видео, и эта комиссия как раз подготовила отчет, ну, который определяет угрозы внешней, ну, угрозы нацбезопасности для Соединенных Штатов. Да, и, собственно говоря, из вывода этой комиссии, если с ним кто-то бы знакомился и читал, ну, я еще не все одолел, потому что там 200 страниц, и это тяжело. То было бы понятно, что, как бы, особых ожиданий от встречи с Ией Байденом ну, не формируют ни в Соединенных Штатах, ни в Китае. Поэтому, да, видео будет, оно будет чуть длинное. Это тот, который, Андрей, значит, видео суббота, не пропускается. Суббота, суббота, да. Да, да, да. Это, кстати, очень интересно, потому что мы с тобой немного на итогах недели, пару недель назад об этом говорили. Это вот тот, если я не ошибаюсь, значит, отчет Конгресса 28-й, 32-й, 33-й, да? Да, там есть отдельные пункты, которые в целом, ну, прогнозируют развитие двух стран вплоть до 50-го года. И тут, внимание, спойлер. Соединенные Штаты, ссылаясь, как бы, на информацию, которая исходит из Китая, от разных источников, в принципе, скажем, констатирует, что к 50-му году Китай считает, или будет считать, что его вооруженные силы настолько развиты и достаточно для того, чтобы вступить в войну и победить в войне с любым врагом на планете Земля. Поэтому горизонт планирования там немножко, как бы, ну, подольше, чем 2-3 года, не говоря о двух-трех неделях. Но давай исходить из того, что мы общаемся с нашими зрителями на канале Да, это так, и узнаете вы анонсы канала Легист именно здесь, а более того, раз в три недели мы даже с вами видимся, и не повод пропускать эти встречи. Поэтому, друзья, сделайте все правильно по инструкции, напишите, как ваше настроение, напишите комментарии на тему зубов, хотите хотя бы на тему зубов, бороды, всего чего угодно. Вы любите разные вещи, но, тем не менее, ваша активность нам не ценится. В общем, более для маневров достаточно, поэтому пишите пока, мы обещаем с Андреем. Все, значит, после эфира, может, во время обязательно прочитаем, чисто сердечное. Давай начнем с главного. Значит, казалось бы, да, ну, первых, заголовков, значит, всяких там цитат, видосиков, которые можно было там, да, переводить с английского, значит, украинский, лучше на русский язык, достаточно много, значит, таких посылов тоже много, но вот в этом все массиве информации, как бы разобрать что-то. Главное пока, пока, по крайней мере, ну, достаточно сложно. Единственное, что абсолютно понятно, как бы, ну, наверняка какого-то прогресса не случилось, раз Си говорил о некоторых красных линиях относительно Тайваня. Раз Байден, сказав за 10 секунд до, значит, был относительный прогресс, а потом, ну, все-таки Си был, есть и остается диктатором в мои глаза, ну, судя по всему, как бы прорыва не случилось. Или я ошибаюсь? Или ты какие-то другие мальчики увидел? Нет, собственно говоря, из высказываний, высказываний, итог подвел господин Байден. То есть всей встречи, которая там длилась два с половиной часа, если бы она проходила в конструктивном каком-то направлении, либо она привела к каким-то прорывам и результатам, то высказываний на тему диктатора их бы не звучало. Наоборот, тема диктатора, она, грубо говоря, перечеркнула политические договоренности, либо обмен какими-то мнениями, если он даже двигался в положительном ключе. Это не значит, что они не будут там с фентанилом бороться совместно, в части, которая касается наркозависимости. Или это не значит, что их Министерство обороны не будет коммуницировать между собой. То есть, наоборот, это значит, что сближение государств, сближение государств, оно, ну, скажем, не на повестке дня. Оно не может быть на повестке дня в силу просто того, что есть доминирующая сила последних трех-четырех десятилетий. Эта доминирующая сила была Соединенных Штатов. Сейчас они понимают, осознают, что возрастает или уже возрос, в том числе при их помощи и с ними же вместе, другой доминирующий субъект. Этот доминирующий субъект не разделяет ценности, ну, то есть, универсальные ценности, как считают, допустим, Соединенные Штаты, идеологическая конструкция, которым должна следовать любая страна. Более того, ну, вот если брать речь Си в общении с американскими бизнесменами, говорит, мы готовы к совместному сотрудничеству, ну, то есть, кооперации, пониманию, любви, там, вот это, общество, скажем, или... Ну, в общем, мы готовы жить нормально, но только в той части, в которой вы не пытаетесь распространить на наши внутренние дела свое видение того, что значит правильно. То есть, мы даже внутри страны находимся в плоскости оценок других систем либо действий других стран с точки зрения вот нашего понимания правильного. То есть, вот, в Китае скажут, подождите, ну, СИЖ тоже избираем. Более того, там есть местные выборы, там есть еще какие-то внутрипартийные выборы, там еще что-то, ну, то есть, демократия, она же на самом деле подразумевает участие народа, да, в формировании органов власти, а там, ну, не каждую должность назначает народ. Ну, то есть, это что же надо понимать? Где-то, если бы везде была одна универсальная конструкция, то не было бы парламентских республик, все были бы президентские. Абсолютно. Ну, логичнее, логичнее. Более того, не было бы смешанных форм, где есть и президенты, и исполнительная власть. Да, зачем это? Зачем усложнять? Ну, то есть, универсальной конструкции нет. Модальности могут быть разные. В Китае, они же говорят, мы демократическая страна. Ну, а как быть с отчетами по Индии, которые, с одной стороны, говорят, что Индия – это демократическая страна, а есть осторожные высказания на тему того, что она скатывается тоже к авторитарному управлению. Но Соединенные Штаты же Индию не называют диктаторской или авторитарной страной. То есть, тут уже, тут вопрос не об универсальных ценностях, а вопрос толкования и оценки. И оценка идет, она идет, ну, как бы, ну, значит, в отрицательную или негативную оценку. Поэтому Китай говорит, ну, были панды, были панды. Мы готовы панды вернуть для того, чтобы дети радовались. Более того, мы готовы и студентами меняться, чтобы вы наш опыт, мы ваш опыт и так далее. Но вы не лезете к нам, мир большой, и мы можем сосуществовать. Но тогда, когда все относятся друг к другу с уважением. Но для этого нужно, чтобы та сила, которая была доминирующей, признала факт того, что другая сила, она, грубо говоря, соизмерима этой силе. И более того, была готова признать его равным для ведения диалога. Ну, как раз Василия, извини, тебя перебью, он же такую мысль сказал, в переводе на русский, практически дословно, значит, в 21 веке, да, и при столь, значит, большом мире, планете Земля, сильной из США и Китай, одновременно существовать не могут. Буквально прямая речь в Си-Зиньбине. Могут, не могут, но СССР и Соединенные Штаты, допустим, после Второй мировой войны, сосуществовали. И одни, и вторые имели воздействие и влияние на внешнюю и внутреннюю политику в других странах. Время было другое. Нет, так время и сейчас другое. То есть две системы существуют, конкурируют, и в конкурентной борьбе не факт, что победят Соединенные Штаты, или не факт, что победит Китай. То есть, ну, может быть, проигрыш как одно и другое, потому что каждая страна пытается, пытается иметь доминирующее положение в отношении других. Но тут все исходит, грубо говоря, из, скажем, гибкости, дальновидности и стратегичности политики. Сегодня Соединенные Штаты опираются, в принципе, на тот мир, технологический мир, по капиталу тот мир, который, собственно говоря, они создавали на развалах Европейского Союза, ну, и потом Европейского Союза, после Второй мировой войны. Но, с другой стороны, есть тенденции, тенденции в мире, при которых часть стран по населению, часть стран по ВВП, которые превосходят уже совокупные ВВП стран Большой Семерки и их союзников, и не разбирают эти ценности. И они больше примыкают, допустим, к Китаю, потому что их положение, продолжительный период времени, было положение подчиненного, или того, которому говорят, как правильно. Они сейчас имеют ресурс, имеют возможность, и это их шанс, это их исторический шанс на, скажем, восхождение к какому-то Олимпу, или воздействие на политику в регионах. И это нормальный жизненный процесс, собственно говоря. И в этом жизненном процессе, ну, понимаешь, если бы вещи такие не менялись, то Великобритания не была бы сейчас в том месте, в котором она находится. И она бы была определяющей страной, допустим, для западного либерально-демократического мира, а не Соединенные Штаты. Но если бы ничего не менялось. А если бы вообще ничего не менялось, то тогда персы были бы на коне. А если бы еще ничего не менялось, то тогда монголо-татары были бы на коне, которые захватывали. Ну, то есть каждая историческая эпоха, она приносит какую-то силу доминирующую, которая со временем существует, но она либо приходит к задвению и упадку, и ее замещает следующая, либо она каким-то образом существует. Ну, поэтому статики нет. Есть всегда динамика определенная, и в этой динамике есть целая куча факторов, которые определяют, насколько жизнеспособна одна империя, вторая, третья. Ну, римских империй несколько же было, их условно правоприемников. Но, тем не менее, сама по себе римская империя просуществовала несколько тысячелетий. Просуществовала. Наследие ее есть? Есть. Но сейчас-то Италия ж немного не римская империя. Немного, да. Немного с нюансами. Поэтому возвращаясь в диалогу Си и Байдена, что мы о нем знаем? Мы знаем, что это вообще было на фоне съезда представителей Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Но этот съезд или этот саммит был затмен двухсторонней встречей. Потому что пока по итогам саммита, я не слышал, что кто-то уже обсуждал проект Комюнюке, к чему договорились. Нет, пока нет. Еще он продолжается, кстати. Сегодня так же. Поэтому, в принципе, откроем текст, поймем, под чем подписались Штаты и Китай с точки зрения торгово-экономических отношений, которые являются важными для обеих стран. Потому что и одни, и вторые применяют то, что является неприемлемым. А что неприемлемо, это торговые ограничения. Санкции, назовем так. Односторонние акты, которые ограничивают торговые отношения. Может быть, в тексте будет какой-то интеллектуальный прорыв. Но пока маловероятно. На тему России и ее вообще практически в высказываниях не было. Ну, потому что Соединенные Штаты, опять же таки, рассматривают Китай и Россию как одно целое. Ну, то есть одно целое, это имеется в виду две страны, которые в разных регионах ставят под сомнение доминирующую силу Соединенных Штатов, и им придется с ними конкурировать, и придется с ними пытаться балансировать силу. А Китай в таком случае США и Украину ставят вот эти равнозначения или нет? Нет, я считаю, что... Может, я не прав, и патриоты меня как бы захейтят за это. Я не считаю, что вопрос Украины вообще звучал... Это вообще... Это абсолютно разные уровни диалога. То есть те люди, которые встречались вчера, Си и Байден, они общались на тему торговых путей Арктики, освоения космоса. Чипов, да. Типы, спутники, ну... Вещи не то, что глобальные, межконтинентальные. А вопрос Украины, это примерно как вопрос, а звучала ли там Палестина и Израиль. Они не об этом разговаривают. Ну, высокообставленные с Белого дома говорили, что как бы Ближнему Востоку был отделен целый блок вопросов. Понимаешь, Ближний Восток, вот говорят, с Ираном будем давить на тему Ирана. Да. Да. Ребята, у вас конкуренция между двумя странами и в этой конкурентной борьбе Иран является одним из субъектов, с которым Китай выстраивает отношения и торгово-экономические, и логистические. Как он давить и на что будет? Шахеды не поставлять, но уже их производят в России. Ядерную программу сворачивать? Ну, вы же сами пишете и признаете то, что по большому счету наличие ядерной программы Ирана является одним из основополагающих принципов сохранения режима. Точно так же, как и в Северной Корее режима Кима. Ну, как можно надавить на Иран и сказать, не развивайте ядерные выжды. Тем более со стороны Китая, который не является для вас союзниками. Никак. Говорить о том, что у нас есть обеспокоенность, но обеспокоенности Соединенных Штатов, они как бы известны. И в этих обеспокоенностях надо предлагать что-то взамен. То есть надавите. Раз у вас там лучшее отношение, допустим, с Россией, у Китая, и вы заинтересованы в вопросах решения или завершения конфликта на территории Украины, предлагайте что-то взамен. Ну, да, ну, то есть это ж троги. Но за столь непродолжительный период диалога, который был между Байденом и Россией, я не уверен в том, что они вообще содержательно и глубоко касались вопроса Украины именно с точки зрения практических каких-то методов решения войны. Позволю, точнее, два с половиной часа, ты кажешь, что это ни о чем говоришь, да? Ну, переводчики... Встречи американцев и китайцев. Ну, при насилии... Потому что понимаешь, что условно, как бы, такая встреча, да, это, значит, все уже, значит, договорено на уровне, там, дипломатии, значит, министров иностранных дел и т.д., и т.п., потом, значит, встречаются лидеры государств, пожимают или не пожимают друг другу руки, подписывают какие-то итоговые кабинеки, значит, где-то там заявляют, да, ты диктатор, сам диктатор, красные линии, и как бы разошлись. То есть, по сути, эта встреча, понятно, о ее результатах, было там еще задолго до, да, вчера было просто сверка часов. Сверка часов, знаешь, как, встреча состоялась, и два лидера, два лидера планеты, ну, двух стран, разошлись по углам. Ну, в ринге, если мы... Как на обложке за иконами, да, например? Ну, на обложке за иконами, это не в статике, а тут они вроде бы сошлись в центре ринга, знаешь, посмотрели друг в другу в глаза и разошлись по своим углам, к своим командам, продолжать готовиться к противостоянию. Может быть, это противостояние будет на уровне, знаешь, техники, где непосредственных ударов друг в друга не будет. А есть команды, там, команды будут шуршать и так дальше. Но если ты финализируешь встречу словами диктатора, то это говорит о том, что, ну, собственно говоря, ты своему обществу объясняешь... Ну, скажи, почему он назвал ее диктатором? Говорит, у них же же коммунизм... Блин, он тоже не знает, кстати, почему. Ну, как, не-не, он же же объяснил. Ну, то есть, он говорит, у них же же демократия другая, вообще коммунизм. Ну, да? Да-да-да. Он же так и сказал, в том смысле, что, как бы, там даже по переводу было понятно. То есть, другая система. Да. То есть, система демократических ценностей, которая не свойственна тому миру, который выстраиваем мы. Значит, в развитии этого тезиса в последующем можно разговаривать о том, что вот там, что то, что все те страны, которые не уважают права человека, задача которых, ну, ухудшить наше положение, ухудшить вашу жизнь, ухудшить ваше социально-экономическое положение. Ваше это имеется в виду граждан. Поэтому мы должны сосредоточить все усилия на то, чтобы этого не допустить. Тебе же уже сказали, как гражданину, там диктатор. Худшить под диктатором. Смотри, один в Европе войну развязал, второй, короче, вот ставит под сомнение наш образ жизни. Ну, соответственно, мы этого допустить не можем, потому что сильные, великие, и он за нами правда, за нами сила. В другой точке планеты, там тоже говорят, что, смотрите, за вами сила, правда и все остальное было тогда, когда вы были доминирующим. А теперь, по большому счету, вы оставайтесь там, вот там, где вы хотите доминирующим. А мы пойдем дальше, да? Не, а мы будем развиваться в том видении, в котором мы хотим. Посмотрим, кто кого на длинной дистанции обыграет. То есть, вы условный там золотой миллиард, либерально-демократические государства, государства, не знаю, севера, если так хотите, да? Или государства юга. Хотите в другой интерпретации, или в другой метафоре. Ось добра и ось зла, да? То есть, это тоже, ну, как бы, такой нейминг или тайтлинг, которые придумали, да? Это ось зла. Ну, и что? С этой, что с этой осю зла делает Соединенные Штаты? Ну, ничего. Ну, они не собираются конфликтовать между собой военным путем. Они будут конкурировать и ожидать, пока кто-то из них, либо победит, ну, как бы, все будут ожидать, что они победят, да? Ну, либо проиграют. Ну, или, скажем, произойдут деструктивные факторы. То, что в этой отчете комиссии, о котором я начинал говорить, написано, они четко пишут, что системы подобного типа, как в России и в Китае, будут существовать до тех пор, пока существуют их лидеры. Но есть другой момент. Противостояние с такими системами подразумевает... Лидеры имеются в виду конкретно... Си и Путин, да. Си и Путин, да. Но есть другой момент. Когда они пишут о правоприемственности политики, что у нас, вне зависимости от того, кто будет президентом, демократ или республиканец, он должен четко понимать, где угрозы, и, скажем, не сокращать финансирование, не сокращать расходы и так дальше, ну, на противодействие Китаю, они, применяя к себе метод смены власти, да, то есть у нас она меняется, но политика должна оставаться, ну, скажем, стабильной, да, не изменяться. Они почему-то допускают, что при смене авторитарного лидера, там, в Китае или в России, политика этих государств тоже изменится. Это тот миф, который часто, вот я слышу от наших аналитиков и часто, допустим, слышно от наших некоторых ведущих на телевидении, которые пытаются подать простую правду, которая звучит, типа, Путин умрет или Си умрет и тут и война закончится, не, война закончится, Россия пойдет, ну, а в случае Си, допустим, то не изберут, не появится другой лидер. The Economist, кстати, в понедельник у них выходила статья, по-моему, где, она называлась Half Strong China, по-моему, насколько сильная Китай, и они примерно в такую же, такую же ерунду писали, что слабость Китая, вернее, сила Китая и слабость Китая, она находится примерно в одной плоскости, и эта плоскость называется, то, что там, а, коррупция, плюс все лидеры в стране старые, а раз они все старые, они не способны пустить новые идеи, а раз не способны пустить новые идеи, то они не адаптируются ко времени, а раз это все происходит именно так, то тогда, рано или поздно, они падут. Ну, ровно такую же логику можно применить по отношению к любой демократической стране, потому что, если там старые консерваторы, мы сейчас не о возрасте, да, убеждения, хотя иногда это вещи, которые взаимосвязаны, то у вас власти, исходя из развития информационного пространства, да, сетей, платформ, и тогда же, к вас приходят популисты, и ваши популисты, ну, они по большому счету неискушенные люди в политике, которые не понимают ни тактических направлений, ни стратегических и могут завалить к чертовой матери, ну, скажем, любую политику, вот у вас, вы же называли несистемным кандидатом Трампа, да, говорили, так какой, он с бизнеса, он медийщик и так дальше, у него 7 пятниц на неделю, он по 500 твитов пишет, то нападает, то уже не нападает там на Северную Корею, то там хороший парень и так далее, так это стабильная политика, так тогда, ну, вы же закрываете глаза на то, как рушится по большому счету те устои демократические, которые, о которых вы говорите, ну, то есть, что избираются лучшие, осознанные и так дальше, может, это и было когда-то, тогда, когда политика отдавалась на откуп условной части аристократии, ну, по логике это можно проследить, допустим, по структуре парламентов, да, которые работают по принципу двух палатных, раньше работали, то есть, есть наследственная, одна палата там, палата лордов, назовем ее так, и вторая, которая избирается непосредственно благодаря прямым волеизъявлениям, то есть, представителей народа, ну, то есть, даже как в Соединенных Штатах, но если был там не Сенат, а были, ну, допустим, опять же, как в Бритов, палата лордов, то есть, есть правоприемственность, институциональная память, знать, элита, и так дальше, которые мыслят длинными циклами, категориями, и так дальше, и есть непосредственно представители народа, которые там, когда-то фотографы, когда-то там, грубо говоря, тамада, когда-то какой-то активист проходит, и вот они там где-то внизу кричат, но их контролирует на грани их недостаточной образованности, верхняя палата, да, ну, где-то так, но у вас же что-то чуть по-другому, у вас президентами, допустим, могут становиться, либо, ну, Аргентину брать не будем, Бразилию тоже, наверное, брать не будем, потому что тоже там какие-то нехорошие люди, в Европу тоже смотреть не будем, в Словакию, то есть, туда не смотреть, туда не смотреть, вот это не то, это другое, это другое, есть тенденция, тенденция связана с популизмом, популизм развивается, ну, особенно левый популизм, он развивается на базе тех, технологических достижений которых вы говорите как достояние мирового прогресса это социальные сети и платформы которых люди видят простую правду простую истину тогда так тогда и у вас вырождается политика прогнозируемая глубокая аналитическая и так дальше то есть есть всегда есть как бы две стороны но тем не менее я бы не стал скажем рассматривать как тот аргумент на которой стоит полагаться версию о том что ось зла рассыпется потому что там нет сменяемости власть наоборот если циклы противостояния прописывается на 15-20 лет так это долгосрочное планирование которое может быть успешным только в том случае когда власть и ну не власть а в конкретном вопросе не меняется позиция власти чего вы обеспечить демократии не можете авторитарный режим может есть есть момент такой но это кстати очень интересный вопрос по поводу по поводу тайваня по крайней мере по официальным заявлениям все сказал что значит военного пути да мы этого не жаждем по крайней мере ближайшие несколько лет но значит обозначил красные линии сказав байдену о том что а вот если вдруг что то как бы мы на этот счет подумал что он имел ввиду как ты это понял как ты это прочитал все либо пройдет миролюбиво либо либо миролюбиво это имеется ввиду в долгую тогда когда население тайвань будет готова когда политический выбор на уровне президента и парламента соответственно тоже будет за соединение двух систем тогда все произойдет естественным путем если вдруг соединенные штаты предпринимают действия действия какого характера ну допустим военное присутствие военнослужащих соединенных штатов на территории тайвань ну то есть размещение военных баз размещения военной техники для защиты острова как пример ну допустим шаги направлены на признание независимости тайвань дипломатические вербальные декларации или что политические переговоры поездки аналогов нэнси пелоси либо просто высказывание лидеров соединенных штатов высказывание лидеров соединенных штатов на уровне президента вице-президента этого лидера лидера сената ну хотя вице-президент является лидером о том что стоит признать тайвань независимым как самостоятельное государство которое мы защитим вот такие шаги они приведут к тому что китай реализует наработанные во время учений навыки связаны с блокированием блокады острова и ну его захвату ну то есть в то да да ключевые тут понятно ключевые пару вопросов в контексте этой встречи перед самими переговорами их со всяких сторон значит крутили вертели западные сми в том числе американские и в белом доме в частности да высокопоставлены какие-то чиновники там на на уровне госсека но об этом практически ни слова официально не говорил китай да не значит повестки не едут не едут окончательно будут ли встречаться не будут с байденом и так далее это может говорить о том свидетельство точнее о том кому действительно более важная нужна была вот эта встреча или нет а мне кажется она нужна была в первую очередь для мира ну я не шучу для того чтобы мир понял и осознал что в принципе входит в состоянии новой холодной войны холодной войны без активных боевых действий но с двумя силами которые считают что они являются принципе равны то есть ожидания же не ожидания не формируется тоже исходя из роли и статуса определенных стран что есть условно китай который имеет свою зону влияния и свои зоны коммуникации есть соединенные штаты в которых свои сферы влияния свои страны коммуникации а в мире вообще дерьмо прости меня с головой конфликтов с головой вот они соберутся это же даже на это соберутся пожмут друг другу руки скажут слушай тут решаем это тут решаем это и дальше короче вот скажет выводи вас к из украины да тот позвони значит нетаньяху скажет давайте хватит атаковать газ или как логика человеческого мышления она сводится к такой проекции решения да ну то есть мы даже говоря о том что как они будут обсуждать украину я вот все это тот кто может надавить на путина хорошо в чем заинтересованность и в том чтобы надавить на путина и выше ну как бы вы не найдете аргументов пользу этого тем более если в вопросах противостояния соединенным штатам российской федерации является партнером китая и плюс они выстраивают уже два года с момента начала активной фазы войны и применение к российской федерации санкции военные вторжения в украину они выстраивают долгосрочные отношения где китайские компании заходят на рынке в российскую федерацию день российская федерация приходит для себя рынке сбыта своих товаров ну и это все происходит не по принципам слушать завтра войну закончен и мы в обратную европу вернемся завтра мы заканчиваем ты тут на меня надави я ведь возьму развернусь и пойду обратно брюссель ну ну не так она работает поэтому они выстраивают отношения я не скажу на века потому что века это никто из них не переживет столетия это точно но как минимум ближайшие десятилетия период пока си будет находиться или будет являться президентом это корректное определение но китайской народной республики а путин будет переизбран в следующем году на очередной срок но до этого момента их отношения будет стабильно и давить никто никого понимая особенно для чего это происходит что в россии есть свои жизненные там и как они считают интерес раз у россии есть эти жизненные интересы китай к ним относятся с уважением с уважением то не значит что он их одобряет да ну когда россия говорит о том что нато приближалась к нашим границам китай в свою очередь выступая там на публичных мероприятиях говорит но надо же проанализировать причины которые привели к началу войны и там нигде не будет ни языка не защиты русскоговорящих не это уже типа вот наслоение такое на нашем уровне внутренней бытовых дискуссий а у них но китай просто другую формулировку использует горит надо же учитывать концепцию суверенитета неделимости безопасности что есть страны как бы все страны равны но у кого-то что-то ровнее это ровнее дает право требовать или да вот дает формируется обязанность учитывать эти интерес и вот вы этому условно там соединенные штаты их партнеры не учли интереса то есть когда лавров и путин рассказывали о принципе неделимости безопасности где там формирование пояса безопасности для нато значит покушение там зону интереса российской федерации мы к этому но мы и мир цивилизованные относились как к ритуальным словам что это значит любая страна имеет право там на суверенитет на самостоятельное определение внешней политики блоковость в нем но не блоковость но скажем действия крупной страны которая может себе это позволить демонстрирует что потрендеть и по на тему мы все самостоятельные независимости в принципе могут все начать войну в принципе могут не все а также начать войну и не умереть от санкций могут тоже далеко не все ну то есть хамас тоже начал военное вторжение что с ним сейчас происходит и все сколько там ни кипишевали на тему гуманитарные коридоры это все неправильно израиль берет и продолжает не а почему продолжает ну вот резолюцию даже на проголосовали прекращение израиль посмотрел на это все вырваны из реальности резолюция ничему не соответствует мы продолжаем мысль но одержь возмущение на тему того что израиль демократическая страна а плевать хотела на резолюцию собес ну потому как бы для того чтобы что-то мочь в реальности надо иметь мощь какую-то экономическую военную и тогда потому что ценности но все же за то чтобы воин не было чтобы люди не умирали все жили прекрасно осталось только поучаствовать а участвовать видишь как бы и не в войне не хотят и в вопросах которые касаются поддержки участвуют частично поэтому не учитывать интересы того же там китая или тех же соединенных штатов в мире могут не так много стран но потому что весь мир он связан как бы разными разного уровня начнут этими нитями кто-то говорит о торговле вот даже с той же россии мы говорим мы не говорим статистика говорит на что профицит торгового баланса за прошлый год за прошлое за текущих сколько там 10 месяцев то 110 или 120 миллиардов то есть валюта пришло на 110 или 120 миллиардов больше чем собственно говоря их импорт но 110 120 миллиардов это примерно их бюджет на ведение ну скажем на сферу обороны на следующий год то есть они в этом году уже заработали на следующий год войны в том же объеме который ведется сейчас подождите хорошо тогда а где ж ну как бы вот нефть 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 не продается продается но мы на мы на алмазы за алмазы санкции позволить я так с одной стороны сначала читаю аналитику о том что рынок алмазов или охраненных бриллиантов демонстрирует снижение стоимости в течение прошлого года на 20-30 процентов дебирс и алрос это две крупные добывающие компании которые говорят ну как бы обычно мы координируем и объем добычи и предложения то есть и для того чтобы не было резких падений стоимости драгоценных камней а тут падение и бац вам санкции я чувствую под воздействием санкций падение цен она восстановится плюс-минус к росту нам же же говорят о том что мышь механизм пытались какой-то внедрить связанный с тем чтобы российские камни не попадали на прилавки на украшение и так дальше ну в африке тоже пытались применить механизм для того чтобы кровавые бриллианты не попадали на прилавки но они попадали чем это закончилось мы помним да и наша история из разряда вчера или позавчера появилась где-то не помню западные написали журналисты там инсайд и переинсайд и а что будет в новом пакете санкций да еще до того как его принимали значит огромный список в том числе это комплектующий для дронов надо и об этом подумать мол запретить да и тут как бы начали задавать вопрос ребят а что до сих пор как бы поставлялась но то отдельная история хорошо ты сказал сегодня по поводу чтобы мочь нужно иметь мощь да я запомни запишу спасибо что смог и спасибо за мощь андрей а у нас уже все да у нас друзья мы совсем скоро увидимся во первых чуть больше чем через неделю воскресенья в итогах а во вторых суббота льгисты youtube-канал вегеринские дубов обязательно посмотрите я посмотрю обещаю спасибо я присоединюсь с комментарием в этом видео спасибо тебе спасибо взаимно взаимно пока